На прошлом занятии мы установили сервер и поставили ESP Manager, это панель управления. Давайте же мы теперь войдем в наш аккаунт. У вас на почте должно быть письмо активации виртуального сервера от хостинга. И смотрите, что мы видим в этих данных. В этом письме вам дадут информацию о сервере. Это стартовый пакет, вы видите параметры, это одно ядро процессора, гигабайт памяти оперативки, место 30 гигабайт и один IP-адрес. Также мы увидим доменное имя и операционную систему, которая будет работать на вашем сервере. Дальше смотрим, должны быть данные по доступу к серверу для администратора. Это IP-адрес, вы видите, и вот смотрите, пользователь root и прикладывается пароль. В последующем пароль вы можете, конечно, поменять, вообще это рекомендуется. На сервер можно попасть по FTP клиенту, как это делается мы потом рассмотрим. И теперь нам нужно попасть в панель управления ESP Manager. Видите, здесь дается ссылка, вход в панель именно вашего хостинга. Также пользователь root и пароль. Давайте мы теперь это и сделаем. Нажимаем на вход в панель. При переходе в панель управления выскакивает окно безопасности соединения, говорящий о том, что переход на этот сайт, на сервер, он небезопасен. На самом деле, я уже говорил о том, что отсутствует сертификат безопасности, поэтому браузер, он выкидывает это окно. Но мы делаем исключение для этого сайта. И смотрите, теперь открывается страница для входа в ICP Manager. Мы что делаем? Берем пользователя root. Копируем. Вставляем. Далее мы берем пароль. Также копируем. И также вставляем. Жмем на кнопочку войти. Вот мы попали к себе в панель управления. Прямо на ICP Manager. Именно в этой панель управления. Это не аккаунт, где мы покупали хостинг, а панель управления сервером. Нужно будет это отличать. И вы видите, что здесь пользователь root. Давайте мы посмотрим основные настройки панели. В левой части панели управления мы видим учетную запись. Давайте рассмотрим. В строке администраторы как раз мы видим ваш профиль. Профиль именно в ICP. В этом профиле, если мы посмотрим, что тут поменять, то в общем-то нечего делать. Root он есть и все. Если захотите потом поменять пароль, а это нужно будет сделать, здесь вы прописываете, подтверждаете и жмете на кнопку ОК. Для того, чтобы пользоваться FTP клиентом, как раз надо будет и создавать пользователя. Производится это как раз в этой строке, в учетной записи. FTP пользователь. Жмем на кнопку Создать. Пишем. Вы можете прописать, конечно, любой ник. Владелец root. И тут прописываем пароль. Подтверждаем пароль. И жмем на кнопочку ОК. Вот мы создали FTP клиента. FTP клиент. Еще раз посмотрим. Имя FTP клиент. И имеет он свой собственный пароль. Давайте мы его проверим. Как это работает. Открываем программку. В FTP клиенте мы прописываем адрес хостинга. Предположим, мы назовем в менеджере сайтов мой сервер. И теперь справа мы должны будем заполнить данные. Протокол FTP, протокол передачи файлов. И в хосте мы что прописываем? Далее мы идем в браузер и берем вот этот вот верхний адрес. Это наш IP адрес. Прописываем его. Далее тип входа берем нормальный. И прописываем FTP пользователя. Вот он. FTP клиент. Это наше имя. И затем прописываем пароль. Который мы указывали именно для этого пользователя. Для FTP клиента. Жмем на кнопку соединиться. Мы соглашаемся с данными. И смотрите, в правом окне у нас пока ничего нет. Но мы вошли именно в тот раздел, где в будущем будет располагаться наш сайт. Давайте мы пока на этом остановимся. И продолжим изучать наш ICP-менеджер. В учетной записи, по идее, пока больше настраивать. И для начального развития пока делать нечего. Ну, почтовые ящики я пока тут не открываю. Дело в том, что засыряет спам. И лучше почтовый ящик пока не заводить. Домены. Когда мы купим доменное имя. Именно в этой строке, в доменах, мы будем загружать наш сайт, наш WordPress. В разделе настройки веб-сервера нам понадобится строка CCL сертификата. Все остальное можно будет потом разобрать дальше. По надобности развития вашего сайта или вашего блога, или вашего сервера. В разделе инструменты понадобится строка резервной копии. Мы этим будем заниматься потом. В статистике смотрим, что происходит в панели управления. Когда мы входили. И тут указывается время, какой пользователь, с какого IP-адреса у нас заходил. И чем он занимался. Основная информация по вашему серверу находится в разделе составной системы. Информация о системе. Хочу обратить ваше внимание на то, что всю систему по ICP-менеджеру вы можете узнать в разделе справка. Нажимаете на эту кнопку газов справки. И читаете. Все, что по ICP, можно узнать здесь. Но я хочу еще раз обратить ваше внимание на следующее. Из левой части нам на первое время понадобится вот этот раздел домены и вот эта строка. Создать домены. И затем второй подраздел настройки веб-сервера. Тут мы будем потом ставить CCL сертификат. По идее, для первоначального пользования сервером, тут дальше больше пока ничего и не нужно. Теперь на следующем уроке мы разберем следующую тему. Мы будем покупать доменное имя. И это доменное имя мы будем теперь уже связывать как раз вот с этим хостингом. И в ICP-менеджере мы будем в разделе домена устанавливать наш WordPress. До следующего урока.